Год назад в Яловенах преобразили общественные остановки. Сейчас они радуют как местных жителей, так и случайных проезжих орнаментами национальных ковров и картинами молодого молдавского художника Михаила Унгуряну. Помимо того, что все остановки очень красивые, они еще и в отличном состоянии. Местным не стоит бояться, что, ожидая транспорта, внезапно пойдет дождь. Они всегда смогут укрыться под навесом. И по большому счету ничего особенного и дорогостоящего. Железный каркас, обшитый металлопрофилем. Минимум затрат. Для того, чтобы оригинально оформить их, глобальных вложений тоже не потребовалось. Краски и кисти – все, что было нужно. Идея такого преображения принадлежит студентам технического университета, которую с удовольствием поддержали в городской администрации и волонтеры. А вот всего в 12 километрах от Яловен в молдавской столице ситуация куда трагичней. Чуть ли не каждая третья остановка в плачевном состоянии. Навесы, а точнее то, что от них осталось, не защищают ни от ветра, ни от дождя. Да и посидеть тут удастся не всем. Чтобы не руководствоваться только собственным мнением, мы решили узнать, что думают жители Кишинева об остановках города. Есть некоторые, которые находятся в нормальном состоянии, а в общем-то в плачевном. Поначалу их сделали, было красиво, культурно, а сейчас наши соотечественники почему-то их разбили, растаскали. В нормальном, хорошо. В ужасном состоянии находится у нас от релегистной остановки. Я считаю, что наш мэр недостаточно усилий перекладывает для того, чтобы исправить эту проблему. Остановки? Ну, собственно, мне не кажется, что это самое страшное место нашего города. У нас есть и другие проблемы. Остановки обновляют более-менее. Ну, мусора, конечно, много, но здесь уже претензии только к самим людям. Остановка выглядит очень хорошо. Видно, что проделана большая работа. Мне кажется, приемлемым, терпимым, так сказать, пользоваться можно. Но есть куда, как бы, сделать их лучше. Удовлетворительно. Единственное, что вот эти стеклянные остановки, обклеенные объявлениями частными, люди развешивают, и никто не снимает их, не моет стекло, и вид неприглядный. А так, ну, скорее всего, удовлетворительно. Кое-где нет скамеечек, но, в общем-то... Виновными в таком состоянии почти все считают недобросовестных граждан. Которые умышленно портят и уничтожают остановки. А вот решение проблемы у всех разное. Ну, для начала, чтобы не было вандализма и не ломали, например, красивые действительно скамейки, можно, наверное, установить камеры. Потому что они есть везде в городе, и я думаю, что одной больше, направленной на остановку, как бы не будет. Мы должны быть воспитанными, ничего не разрушать, а, наоборот, хранить то, что имеем сейчас. Можно сделать их ярче, разрисовав граффити или стрит-артом. Не представляю себе. Дежурить полицейскими у остановок, ловить нарушителей, наказывать, штрафовать... Да, если случайно полицейский увидит такого человека и задержит его, да, ему, конечно, грозит штраф. Но так это очень сложно. Это происходит в ночное время, скорее всего, не дневное, а не портится. Не знаю, поставить какие-то камеры, чтобы их не портили. Не вырывали сиденья, не прожигали их, не клеили объявления на расписание. Воспитывать мы отстали намного. Увы, к сожалению. Общественный транспорт – один из самых востребованных во всем мире. И порой ожидать автобуса или троллейбуса приходится долго. Поэтому остановки должны быть максимально комфортными и удобными. В некоторых странах постарались сделать их яркими, красивыми и оригинальными.